всем привет с вами кацанеку сегодня вам покажу как от нинтендо вии подключить различного рода устройства к персональному компьютеру для этого нам понадобится самый ремонт контроллер ну можно его только использовать нунчак это от оригинальной приставки они можно сказать лицензионные настоящие bluetooth адаптер да мы подключать будем по bluetooth это обычный китайский за 150 рублей на алиэкспресс и bluetooth dongle также у меня имеется new 2 в одном с нунчаком китайского производства тоже на алиэкспресс заказывал и классический контроллер но это все неважно это дополнительные устройства непосредственное устройство которое должно подключаться к пк это вот этот вири моушен контроллер потому что все через него работает вот эта штука в него втыкается и из этой штуки эта штука работать не будет поэтому нам важно подключить сам вот этот вири моушен контроллер к пк давайте приступим для того чтобы синхронизировать вири моушен контроллер с персональным компьютером нам нужно снять чехол открыть крышку где батарейки тут красная кнопка нажать кнопку синхронизации но это все муторно все это я не хочу делать есть альтернативный способ нажимаем кнопку 1 и 2 одновременно держим заморгали у нас заморгала индикация теперь переходим на компьютер перед тем как мы начнем сначала нужно нам зайти в настройки и включить bluetooth кстати обращу ваше внимание что windows 10 я использую тут немножко разница есть в отличать семерки при подключении вот этого и вири моушен контроллера так включаем bluetooth вот отсюда добавить я вам сразу скажу не получится потому что он будет просить вас ввести код но чтоб этого не было мы переходим и крутим вниз 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 устройство и принтеры вот нажимаем здесь идет у нас поиск все nintendo rvl точнее rvl-cnt01 у нас устройство найдено нажимаем далее тут у нас пропало еще синхрон нажимаем нажимаем далее все тут нам дает а если мы отсюда будем добавлять и не ведем никакой код то у нас скажут что код неправильный ляля тополя ну в общем не получится у вас таким способом подключить римошен контроллер подождите пока необходимый файл установится в системе это может занять несколько минут у нас подключено но почему-то еще моргает но это неважно почему моргает потому что мы еще к устройству никакому не подключены давайте все это сложим запустим эмулятор nintendo vim это пока у нас лежит здесь пусть просит обновиться вот моя версия вот тут какая хочет напомнить позже давайте я вам покажу а сначала нужно настроить управление переходим в управление здесь симулировать в литуз адаптер нажимаем настоящий emotion контроллер нажимаем так включить данной динамики потом подключить для эмулируемых непрерывной сканированной но это в принципе слышали зажужжал одна лампочка это контроллер определился как 1 можно непрерывное сканирование поставить вам не нужно эту кнопочку нажимать обновить он будет сразу обновляться не подключиться так можно сразу подключить нунчак подключаем нунчак теперь все это дело выглядит таким вот способом будем играть ну что давайте проверим подключено и наше устройство на швей римов и нунчак на игре donkey kong country return свой а и б нажмите нажимая слышите какой звук с динамика но это он вообще динамика бы я бы не сказал что он супер мега крутой поэтому и в самой консоли он как бы так работает это не косяк и бак никакой джангл нажимаем вибрации все все работает браться есть так сейчас этот ускорю на тапки нажмем чтобы загрузка пришла быстрее давай вот cong сейчас нужно потрясти все выломали дверь выкинули какую-то маску вот жужжим жужжу было вот так он короче лупит дует ну вот все влево-вправо прыгает все работает все можете играть и прям он даже звук есть с этого тормозить так жутко как-то так касательно китайского new 2 в одном проделываем все то же самое зажимаем две кнопки 1 и 2 выводим режим определением заходим на компьютер переходим на компьютер добавляем устройство вот мы его видим также мы его подключаем нажимаем далее тут ничего не пишем нажимаем далее но все то же самое проделаем что мы проделывали с контроллером оригинальным заходим в управлением можем подключить как второй настоящий обновить все он у нас зажужжал видим загорелась вторая лампочка второй светодиод вот теперь у нас два контроллера работают на нашем пока 1 и 2 также подключаем нунчак подключаем нунчак и играем вторым игроком на одном пока касательно классического контроллера я нем не буду ничего рассказывать но вы его просто подключаете и в игре выбираете этот контроллер и все то есть у нас главное сама вот эту вот палку подключить компу и все через нее уже к ней можете уже любое устройство подключать и все будет работать нормально небольшая поправочка если вы часто будете использовать контроллер с на показ эмулятором то желательно вот это при непрерывное сканирование галочку поставить потому что при включении отключения bluetooth а постоянно долбить эту кнопку обновить неудобно в общем включается также кнопка включения либо нажатию какой-либо кнопки он автоматом определяется давайте вам покажу включаем bluetooth а вырубился у нас контроллер лампочки видите не горит включаем bluetooth и нажимаем какую-нибудь кнопку идет непрерывное сканирование можно даже включить отключить все он зажужжал определился но это такой лайфхак теперь давайте перейдем к самой сенсор барус светодиодной панели эта подставка наша подставочка на хрен не нужно но пусть будет я специально купил у из бишны но если у вас есть приставка но от приставки сенсор бар то можно проступов приставку включить и использовать провод длинный как бы рядышком поставить и использовать короче с пока давайте подключу эта штука никак не определяется системы она просто берет питание через usb и все видите загорелись светодиоды инфракрасный их видно только через камеру но либо можно телефон сотовой включить и через камеру посмотреть так визуально глазу не видно это светодиод инфракрасный потому что вот позиционирование отслеживается нашего вири ноута вот этой айбалы что делаем дальше мы дальше мы запускаем игру идем на компьютер sin and punishment там нужно будет управлять можно запер использовать кстати у меня такая штука есть управлять издалека ну как издалека надо на расстояние желательно бы тут сильно близко получается сейчас проверим так все работает смотреть еще раз continue так двигайтесь этим нажмите b для стрельбы и продолжение а так вот смотрите я чуть дальше отвожу когда я вот на это вот видите я вожу да и стрелять можно это мне сейчас не очень-то и удобно делать потому что сами видите нужно вот расстояние примерно сантиметров 20 а то и 30 от сенсор бар от этого нормально навигация осуществлялась кстати вот так вот вот в общем а на алиэкспрессе я покупал этот сенсор бар там он в рублей наверное 100 может быть 200 стоит то есть штука недорогая на монитор повешали да как бы от монитора чуть на креслице откатились подальше и играйте себе нинтендо и игрушки на эмуляторе ну конечно графика на эмуляторе получше тут всякие улучшалки действуют чем на самой приставке но оригинальным контроллером и оригинальным управлением что заключается вообще является самой фишкой нинтендо и вот это вот управление с верима утом и всякими разными аксессуарами можно использовать в общем на этом то все у меня с вами был как сунек о оценивайте видео если вам понравилось подписывайтесь на канал пишите комментарии если вам что-то непонятно было ну и соответственно не забывайте про мою группу вконтакте всех жду добро пожаловать тоже на нее подписывайтесь буду очень рад вас там видеть но на этом все у микрофона был кет сунеку он еще услышимся и джан и